Мы, уезжая, разделили ту воду, которая была у нас, между машинами нашими и между теми, кто остался дома. И мы оставили все продукты, которые у нас еще были. Это было очень мало, но если брать по мирным меркам, а если брать по тем меркам, то это ничего себе. То есть можно было еще пару недель, так как мы жили, еще можно было вытерть. Мы оставили все тем людям, потому что еду там взять негде больше, все. Еды просто нет. Склады разбиты, разграблены, магазины подорваны, ну все. Еда, я не представляю, что уже даже люди едят сейчас. То есть даже для того, чтобы приготовить кашу, тебе нужна вода, хотя бы чуть-чуть воды. Огонь все готовили возле подъездов на кострах. Костры, их нужно жечь на чем-то, сухих деревьев нет, зеленстрой работает, да, то есть как бы их нет. Люди разбирали на дрова разбомбленные школы, рамы окон, стройки какие-то. Но это все сопряжено с очень большим риском, потому что при разборе рядом может опять что-то бахнуть и все. И такое было, то есть людей рвало на части прямо там. А люди просто пытались добыть своим близким дрова, чтобы там ребенку сделать хотя бы чай, горячий хотя бы раз в день, да, то есть чтобы он хотя бы не заболел. Как это можно было там. Как добывали воду? Смотри, изначально пока еще где-то оставались рабочие скважины, еще что-то. Люди пытались есть родники в парках, да. Но родники это опять же, тебе нужно туда дойти под огнем, тебе нужно там отстоять в очереди под огнем, набрать воды и снова идти под огнем. Ну, то есть это русская рулетка, и причем в прямом плане русская рулетка, да, к сожалению. Мне рассказывали ребята, которые рекомендовали мне пойти на эти родники, что, говорит, ты там только смотри, там трупы в принципе. Но, говорит, между ними там как-то можно набрать воду. Почему там трупы? Потому что их не убирают уже. Уже, во-первых, некуда. Во-вторых, некому. Здание МЧС разбомблено самолетом. Копов осталось очень мало. То есть полицейские мотаются по всему городу, где это только можно. Попадают под обстрелы, влезают в бои, помогают войскам. Ну и потерь у них очень много. Машины практически все у них разбиты. Стекол в машинах почти нет. Это уже непозволительная роскошь была тоже. Так вот, насчет воды. Родники. Что еще? Оставленные квартиры, да. Разрушенные квартиры. В них можно было найти воду. Система отопления. Ну, она же есть. В ней есть вода, которую пить категорически нельзя. Потому что в эту воду добавляется специальная химия, чтобы она не замерзала, там еще что-то. Чтобы она дольше сохраняла температуру. Но люди ее кипятили и тоже пили. Потому что потом, я тебе скажу, вот в нашем доме даже. Основная часть дома, где я жил, это не бедные люди, скажем так, руководители многих предприятий. Это нужно было видеть. И смешно, и нет. Снег выпал с утра. То есть ночью пошел снег, ближе к утру. Утром мы встали и увидели, что все белое. Мы как дети радовались этому снегу, но не потому, что это снег. Потому что это вода. Мы всем домом вышли, и пока было тихо, нагребали лопатками в ведра снег, трамбовали его. И запасались им талая вода. Грязная талая вода. В чем минус, я тебе скажу, уже по опыту своему, я теперь знаю, это точно. Из ведра снега получается воды вот где-то вот столичка на донышке. Больше нет. Но это плюс-минус чистая вода.